Алексей Свет Евгеньевич, Константин Натанович, я слышал мнение, что вы от кредиторов уехали в Америку. Прокомментируйте. Алексей, в Америку уехать от кредиторов невозможно. Здесь действуют законы. Если бы были предъявлены какие-то претензии, то пришлось бы их выполнять. Это суды, которые действуют. Очень сильные адвокаты, адвокатские конторы. Если бы просто попытались использовать это для сведения счетов, для репрессий, вполне могли бы использоваться. И использовали много раз в других целях, против других людей. Здесь действует правовая система. И очень эффективно. Суды, вот такая, знаете, распространенная точка зрения. А вот Госдепартамент не позволит. Понимаете, для любого суда, особенно суда арбитражного, ну вот, который рассматривает экономические дела, позиция Госдепартамента, ну вообще никакого значения не имеет. Плевать они хотели. Судья принимает решения. Иногда, ну много таких примеров. На зло позиции там Госдепартамента, правительства, президента. И это нормальное здесь явление. Так что сбежать можно в Россию от долгов. Договориться там с чекистами, откатить. В Беларусь можно сбежать. Там очень продажный этот КГБ Беларуси. Сейчас тут вот несколько беженцев из Беларуси. Я с ними общался. Ну, из них там без всяких там намеков. Знаете, в России хоть там как-то формально что-то соблюдается, там подается и ищется компромат. В Беларуси там просто, так как в деревне, знаете, вызвали и говорят, вот заплати столько, точка. Не заплатишь, посадим. Заплатить можешь в любой форме. Можешь налоги, можешь штрафы. Вот. Но с тебя там нужно получить, там, по плану, там, 20 тысяч долларов. Или, там, в случае, там, вот, о котором я рассказывал, твою компанию как инструмент. Она заинтересовала, там, кого-то. Отдашь документы, подпишешь отказ, свободен. Вот. Так что, в Соединенные Штаты бежать от кредиторов бесполезно. assez эксперт. Субтитры предп生. Продолжение следует...